Мир вам! Я буду читать из книги «Бытие», книга «Бытие», 32 глава, с 22 стиха и ниже. «Бытие», 32 глава, с 22 стиха и ниже. И встал в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перевел их через овок в брод. И взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Ну, такое вот место священного писания, наверное, когда поверхностный читатель так обращается к этому тексту, ну, возникает, я немножко, может быть, фантазирую, возникает такая легкая улыбка и такое недоумение. Ну, во-первых, с кем боролся, да? Если мы читаем дальше, начинаем разбираться с кем боролся, боролся с Богом, да, и вот и человека одолевать будешь, то это что такое? За Бог такой, что человек может с ним бороться и одолевать его? И что это за Бог такой, который боится появления зари? И, ну, невольно улыбка возникает. Но за всем этим текстом, который выше описывает эту историю и ниже, там, вот, 33 глава, там довольно тоже интересно, стоит очень интересная история, которая касалась не только Иакова, это прародитель, как бы патриарх, родоначальник народа израильского, но и она касается любого человека, который приходит к Богу, который слышит о Боге, обращается к Богу, который интересуется священным писанием. Вот, в общем-то, эта история не стоит в стороне и не является какой-то занимательной историей. Это сугубо практичная история, которой переплетаются множество таких, знаете, судьб, событий, эмоций, явлений. Ну, здесь столько всего, что хотелось бы сегодня немножечко поговорить на эту тему и начать из предыстории. С чего это все начиналось? Начиналось с того, что сын Авраама, Исаак, у него рождаются двое сыновей, сыновья, как бы, ну, вот, близнецы, и один рождается Исау, а другой рождается Иаков. По обычаям того времени, может быть, для нас не совсем понятных, не совсем, может, даже приемлемых, первенец, это был первенец, тот, который получал большую часть наследства, в материальном плане он больше благословлялся. В отношении с Авраамом, вот, наследием Авраама, здесь еще была несколько другая сфера, была сфера духовная, потому что Авраам – это тот человек, который получил обетование от Бога, что именно от него будет народ такой, который будет чтить Бога, который Господь будет благословлять и будет состоять в особенных отношениях с Богом. Здесь еще была такая духовная составляющая. Но по обычаям того времени, первенец получал все вот это. Разница между рождением Иакова и Исаава была небольшая, и они родились почти одномоментно, одновременно. Ревека, когда еще ходила с этими мальчиками, она чувствовала что-то неладное, и Господь говорил, что вот два народа в тебе находятся, и от них будут два народа, и будет одна особенность, что старший будет господствовать над младшим. Мальчики родились, мальчики развивались, мальчики росли. Они отличались не только внешностью, но отличались еще одним такими особенностями поведения. Один был охотник, зверолов, а другой был муж такой, который хотел любить дома, в шатрах жить. Когда мы обращаемся к посланию апостола Павла к римлянам, мы можем найти одну интересную деталь. Павел пишет 9 главе 10 стихом, он пишет такой момент, что когда вот еще они не родились, и ничего не сделали ни доброго и ни худого, то Бог сказал, что и Иакова я возлюбил, и Иакова возненавидел. Ну, согласитесь, довольно сильные такие эмоциональные слова. Еще не родились, а одного я возлюбил, а другого возненавидел. И это говорит Всевышний, да? И где-то мы тоже, может быть, внутренне протестуем, но как это так? Они еще ничего не сделали. Но вот именно так говорит Павел, ссылаясь на Малахию. Именно в Малахии, в пророке Малахии, начинается обращение Малахии к народу Божьему с вот этого момента. И вот когда мы читаем, как развивались эти дети, какие у них были приоритеты, то мы начинаем понимать вот это Божье отношение к одному и к другому. Притом проявления они были не всегда, казалось бы, благовидные. Исау был такой человек, который мог набегаться на охоте до такого состояния, что в конце концов у него не было сил прийти домой и добраться, и поесть. Он мог говорить, я умираю, я умираю. И Яков, воспользовавшись этим моментом, приготовил какую-то там чечевичную похлебку, и когда его брат попросил, дай-ка мне поесть, потому что я вот так устал, что не могу уже дальше жить, вот Яков предложил ему обмен. Я тебе похлебку, а ты мне свое первородство. Ну, если кто-то мне расскажет, и я думаю, вам расскажет о том, что я своему там родственнику, своему брату, сестре, когда ему будет очень плохо, очень тяжело, скажу, вот я тебе помогу, но ты мне должен заплатить, притом обмен будет явно неравноценный, то меня, да и любого человека назовут очень жестоким человеком, очень непорядочным человеком. И явно этот поступок был очень неблаговидным со стороны Якова. Но, тем не менее, Яков так хотел получить вот это первородство, что он решил пойти на такой поступок. Но самое, может быть, непонятное, что Иса, который обладал этим первородством, он не сказал, я умру в своем первородстве, но я его не отдам. Я его ценю, первородство, потому что за этим не только материально, за этим есть еще духовное благословение, благословение Божие, и я их очень ценю, и я не хочу их оставлять. Я буду умирать, но умирать своим первородством. Иса очень легко согласился. Иаков очень легко воспользовался этим моментом. И дальше история развивается как бы по нарастающей. Дальше начинается уже благословение отца, более престарелого Исаака, который плохо видит, которого желал кушания своего любимца Иса, и тут произошел снова обман. Иаков согласился на обман, пошел на этот обман, благополучно этот обман осуществил, получил благословение уже отца. Когда Иса узнал об этом, когда Иса понял, что происходит, его чувства дошли такие к брату, поднялись до такого градуса, что он сказал, убью. Вот отец умрет, и я его убью. И Иаков побежал. Побежал очень далеко. Побежал к своему дяде, дядя его встретил, дядя его принял, дядя его целовал, он служил у дяди, дядя понял, что давай как-то так уже нашу деятельность за отношения, вводить как бы такой бизнес-русло, ты работаешь, и ты будешь что-то получать. Иаков говорит, ну я хочу как-то так вот в жены себе взять твою дочь. Ну, наверное, с женихами в той области было туговато, потому что Лаван очень быстро согласился, или, может быть, Иаков произвел очень сильно хорошее впечатление на Лавана. Тем не менее, 7 лет он благополучно отработал на своего дядю, и не учел только одного, что дядя был намного хитрее, и намного коварнее его. И когда произошел обман, то за ту дочь, за которую хотел Иаков взять в жены, он еще работал еще 7 лет. Иаков получил дочерей, получил жен, получил там семью. Иаков очень много трудился, Иаков очень много работал, Иаков был очень инициативный. Господь его благословлял в этих всех его делах, начинаниях. Стада его росли, но по мере роста его благополучия росло еще то же, что нам еще известно, что нам знакомо, что если ты, как человек, начинает быть успешным, вокруг него начинает расти куча доброжелателей, которые явно не хотят, чтобы он еще таким был успешным. И когда Иаков понял, что у Лавана ему оставаться уже небезопасно, Иаков прибегает к своей излюбленной тактике, он начинает бежать. Бежать со своими женами, наложницами, со своими 11 сыновьями. Он начинает бежать. Бежит долго от Лавана, который его настигает. И вот разделение, ссора между Лаваном и Иаковом, она переходит в такое мерное русло, только благодаря вмешательству Божьему. Бог бережет Иакова, Бог хранит Иакова, Бог как бы ограждает его от какого-то насилия, и он расстается со своим тестем, но на одном условии. Вот камень, да, вот не ты ко мне не переходишь для зла, ни я к тебе не прихожу. Ну, такая вот, такая любовь в семье. И вот Иаков приходит в такое место, там в такой притоке Ордана и Авок, он остается стоянкой на этом месте, у него большая стада, у него большой слух, много хозяйства, и, ну, это очень-очень обеспеченный человек. На то время он очень обеспеченный, и ему надо войти в землю обетованную. А дальше его ждет, ждет его любимый брат, с которым он не виделся больше 20 лет. И вот на этом моменте, вот я прочел вот этот момент, когда Иаков остается у Иавока, и когда он переводит своих жен, переводит своих сыновей, все, он переправляет через этот ручей, сам возвращается в это место, и он остается один. Он должен проанализировать, он должен понять свою жизнь, он должен осознать все, что происходило с ним, он должен переосмыслить все это дело, что было с ним. Где бы он ни был, в доме отца, ему пришлось убежать, там остался брат, который его ненавидит. Он пришел в дом своего тестя, своего дяди, оттуда тоже не совсем все хорошо, надо убежать. В самой семье жены постоянно ссорятся, что-то происходит. Иакова начинает уже, ну как бы так, делить, покупать за определенные там яблоки, да, и Иаков понимает, что здесь тоже что-то не так. И он остается один, и начинается борьба. Борьба при Иавоке. Ну, что это было за борьба? Какая это была борьба? Что это было за драка такая? Что это было? О чем пишет, повествует нам Священное Писание? Пророк Осия написал такие слова, в 12 главе, Осия 12 главе, с 3 по 4 стих пишутся такие слова об этом явлении. «Еще в очреве матери запинал он брата, то есть Иакова и Исава, своего, а возмужал, боролся с Богом». Очень интересный момент. Боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог. Плакал и умолял его. В Ифиле он, Бог, нашел нас, и там говорил с нами. Он боролся с Богом. Ну, казалось бы, ну, вот как это может человек бороться с Богом? Ну, тут более конкретно говорится, боролся с ангелом. И говорится такие слова, обратите, что и превозмог. Бог, а потом описывается состояние и положение того, кто превозмог. Плакал и умолял. Но если человек побеждает кого-то в таком вот, ну, такой банальной стычке, да, то он плачет и умоляет этого человека. Или наоборот. Здесь произошло другое. Знаете, иногда, ну, спорят, разговаривают, что это было за борьба, что это было за битва. Есть фантазии, есть довольно интересные версии. Но, может быть, мы воспринимаем иногда не в том ключе, как нужно воспринимать. Может быть, мы почти буквально воспринимаем. Когда мы читаем о еще одном борении, которое происходило для нашего основания спасения, и это борение, которое происходило в Гессимании, то мы видим, что, когда наш спаситель вот проходил это борение, он очень много молился. Притом молился так, что евангелист и врач Лука отмечают одну деталь, что капли пота его были как кровь. То есть такое напряжение было внутри человека Иисуса Христа, что происходили, лопались эти капилляры, которые выходили потовыми железами, и был вид такой, как капли крови, как капли пота. И думается, что Иаков не с меньшим напряжением и боролся, и плакал, и когда превозмог, то плакал и умолял. Умолял, и потом последствия этого умоления Осия пишет, в Вифиле он, Бог, нашел нас, и там говорил с нами. Именно там Бог нашел Иакова. Именно там Бог нашел весь израильский народ. Нашел в том, что Иаков сказал, что «я тебя не отпущу». Иаков боролся с Богом, ну как бы за Бога, за Его благословение. Он имел право первородства, он имел благословение Отца, его не было только благословение Божьего. Хотя Бог говорил ему, хотя Бог говорил, что Он не оставит его, что Он будет хранить его, но Иаков хотел получить вот это благословение, потому что вот там, сегодня уже с утра, когда он придет через этот ручей, стояла опасность, наверное, самая, самая большая опасность, с которой Иаков сталкивался. Это был его любимый, дорогой, ждущий его брат. Потому что, когда Иаков вошел в землю, он послал переделять такие, знаете, стада каких-то людей, посланцев, говорить, что вот иду я, вот на встречу к тебе, к Исауу. И Исау так обрадовался, что наконец-то брат, брат он увидит, что вышел к нему на встречу, взял с собой еще 400 гостей, чтобы, знаете, встретить такое вот застолье, да? Наконец-то с братом встречусь. И когда Иаков это увидел, его объял страх. И вот здесь он молится Богу, он просит его благословения, он говорит, что ты обещал мне благословлять, и он борется с ним, не отпущу, пока не благословишь. И Господь говорит, ты боролся со мной, и сейчас ты будешь Израиль, потому что боролся ты, видел меня, и ты видел меня лицом к лицу. И ты уже будешь людей побеждать. И коснулся бедра его. Уже не побежит хромой человек так быстро. Иаков уже лишился своей излюбленной тактики уходить от проблем, он уже должен идти. И на ту сторону Иаока перешел совершенно другой человек. Он шел впереди своей семьи. Он шел, и увидев своего брата, он не перестает ему кланяться. Навстречу ему идет Исаф, за ним идет 400 человек с определенным ясным, понятным намерением. Но что-то происходит с Исафом. Он бросается к нему и бежит ему навстречу. Он падает ему на шею. Он его целует. Они оба плачут. Что видел Исаф, когда смотрел на Иакова? Ну, сложно сказать, но что-то в нем перевернулось. Что видел Иаков, когда глядел на своего брата Исафа? Он видел человека, который больше 20 лет прожил какой-то ненависти, какой-то злобе, в каком-то страстном желании отомстить. И причиной этой ненависти, причиной этой злобы был сам Иаков. Начинает обращаться к нему как к своему любимому брату. Этот начинает умолять его, просить и находит способ и убеждает его принять вот эти все дары. Вопросы о том, что ты получишь при первородстве, вообще-то ничего не сказано, что что-то Иакову досталось от Исаака. Но здесь, наоборот, Иаков просит Исафа принять его дары. Он просит, он называет его своим господином. Исафа предлагает ему свою помощь, чтобы идти вместе с ним или там оставить какую-то охрану. Но Иаков уже от этого всего отказывается. Он идет с Богом. Он идет уже тот человек, который должен говорить в этой земле обетованной, о Боге, и возвещать всем тем народам о Творце, о едином Боге. Не о идолах, не о каких-то таких языческих культах, а именно о едином Творце Боге видимого и Создателе видимого и невидимого. Впоследствии Иаков начнет эти все изменения со своей семьи. Он запретит своей семье, чтобы не было никаких идолов, не было никакого такого идолопоклонства в их среде. Он будет менять уже свои взаимоотношения с людьми, когда там его сыновья что-то будут с окружающими народами делать, он будет их пресекать, он будет говорить, что это не наше, мы не должны так поступать. Поменялся Иаков. Поменялся тот человек, который хитрил, который обманывал, который мог пойти на какое-то коварство, но пришел через авок, перешел совершенно другой человек. Что эта история, о чем эта история говорит нам с вами? История говорит об одном очень интересном явлении. Все мы должны перейти через свой Иавок. Все мы должны победить в своем Пенуэле. Все мы должны пройти через этот момент, когда мы где-то, где-то, может быть, думаем о Боге. Ну, вот, как бы, да, Бог Он, да, есть, и я вот есть. Но мы должны понять, что без примирения с Богом, без покаяния перед Богом, здесь вот этого желания, страстного желания вцепиться в Бога и говорить, не отпущу, пока не благословишь. Мы слышали о том, вот вначале зачитывалось, что Христос говорит, что Он уже называет своих учеников, и в том числе нас с вами, друзьями своими. По Своем воскресенье Он обращается к Марии и говорит, пойди, скажи, братьям моим, что восхожу к Богу моему и к Богу вашему, отцу своему и отцу вашему. То есть, то, что предлагает нам Господь, то, что предлагает нам Спаситель, это и есть наше благословение, это и есть наше первородство, это и есть то, за что мы должны вцепиться и не отпускать его. Мы не должны смущаться от многих моментов, что думая, ну вот, придем к Богу, может быть, то у меня нельзя будет, может, другое. Апостол Павел говорит, мне все позволительно, но не все должно мною обладать и не все меня назидает. Я должен понимать, от чего я должен отказаться самостоятельно, от чего я должен отречься, за что я должен бороться. Христос, обращаясь к своим ученикам, однажды произнес такую очень интересную фразу, Он сказал, одни Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное, оно, говорит, силой берется. И тот, кто употребляет эти усилия, он восхищает его. То есть, нужно проявить какое-то усилие над собой. Мы, может быть, живем каких-то, ну, каждый своей семьей живет, каждый своими проблемами живет, каждый своей историей живет, семейную историю. Может быть, у нас какие-то есть такие сложные отношения, может, даже со своими братьями и сестрами, может, со своими родными и близкими. Может, мы еще до конца не осознали ту ответственность, которая лежит на нас, как на верующих людях, людях, может быть, знающих о Боге, но еще не примирившихся с Богом. Павел, обращаясь там, вот, по-моему, Коринфянам, в первом послании Коринфянам, он говорит, что, почем ты, жена, верующая жена, не спасешь ли ты неверующего мужа, или наоборот. И дети ваши освящаются, потому что мы, на всех нас лежит ответственность не только за нас самих, но на нас лежит ответственность за наших детей, на нас лежит ответственность за наших родных, за наших близких, за те взаимоотношения, которые, и те поступки, которые совершают наши близкие. Ну, не боровшись с Богом, пошедший навстречу Исаву вот так, и Яков, не победивший при этом Пенуэле, и не вцепившись к Богу, и не говоря ему, что пока не благослышь, не отпущу. Ну, что бы было с Исавом? Иаков спас своего брата Исава, ну, от подвига, да, в кавычках, понимаете, да, подвига Каина. То есть, Исав не совершил братоубийства. И все это благодаря тому, что, благодаря Иакову на нас лежит большая ответственность. Большая ответственность, я повторюсь, не только за свое спасение, за спасение наших домов, за спасение наших близких, наших родных, за то, как мы будем говорить и как мы будем жить вокруг людей, которые наблюдают за нами. На нас лежит громаднейшая ответственность, но на нас лежит и большие благословения. Восхожу Богу моему и Богу вашему, Отцу моему и Отцу нашему. Сам Господь говорит, что Творец говорит, я есть ваш Бог и я есть ваш Отец. Я есть Тот, Который, ну, когда Христос говорил такую прищу, есть ли среди вас такой Отец, Который, когда Сын попросит там хлеба, подаст ему камень, рыбу, подаст ему змею, таких нет среди вас. Но Отец Небесный, Он гораздо выше, гораздо моральней, гораздо превосходней, гораздо больше возможностей, гораздо больше той любви, которую мы имеем к нашим родным и близким. И благословите нас, Господь, чтобы мы с вами ценили это, чтобы мы с вами дорожили этим благословением, и чтобы мы с вами победили в своей борьбе с Богом, за Бога, за Его благословение. И перешедшие свой Иовок несли весь нашим Спасителем, всем окружающим людям, и чтобы они нас видели, тех людей, которые живут с Богом, подчиняются Богу, и служат ради Его возвеличения, ради Его славы, и Ему за всю славу. Аминь.